Я не знаю, дорогие друзья, как и вы, какие именно вопросы нас сегодня ждут, потому что я надеюсь, что может быть мне тоже выпадет шанс поучаствовать в сессии импровизированных поступлений. Я хочу пригласить на эту сцену Андрея Догеля, который для вас эту сессию проведет. Андрей, спасибо. Друзья, добрый вечер. Друзья, наступает ответственный момент. Сейчас появится возможность у каждого здесь присутствующего выступить на этой сцене. В первую очередь это, конечно, касается гостей клуба. У вас есть прекрасная возможность, чтобы раскрыться. Но прежде чем я объявлю задание на импровизацию, задание у нас сегодня привязано к теме нашей встречи, я хотел бы пригласить сюда представителя онлайн-школы английского языка Sky Air и сделать маленькое объявление. Сегодня за первые два места в сессии импровизации полагается ценный приз. Это курс английского языка в младшколе Sky Air. Алина, пожалуйста. Дальше, мы сегодня подарим на 4 индивидуальных уроков и на 2 победителям. Здравствуйте, мы сегодня английскую школу Sky Air. Учение английского языка очень необходимо в наше время для развития коммуникации, для бизнеса. Оно как бы развязывает нам руки, изучение английского языка. Но прежде чем время, чтобы учить, это нужно час доехать до школы, час в школе отсидеть, час домой. И в наше время прежде чем найти самое время. Так вот, школа английского Sky Air, она онлайн. Она направляет программу индивидуально на требования и на необходимость каждого человека. Подбирается преподавателя, с помощью которого вы можете заниматься и развивать английский свой на том направлении, которое вам необходимо. Также вы можете заниматься с помощью вашего смартфона. И не только компьютера, то есть пока вы встретите пробки, ездите на работу или же в очереди, вы можете пугать на ваши задания, рассматривать видео, пролистывать книги. Все это и есть в нашей школе. Минуты просим. Спасибо, Алина. По окончании сессии импровизации мы раздадим всем присутствующим карточки для голосования. Пожалуйста, голосуйте. В результате мы выберем двух лучших импровизаторов сегодняшней сессии, которые получат ценный приз. Ну а теперь я, собственно, расскажу, зачем вообще нужна сессия импровизации. В первую очередь это разложка, чтобы вы потренировались говорить сходу или думать говоря. Это очень ценное знание, чтобы актуализировать тему разговора и выступления. Конечно, нам необходимо ограничивать в связи с темой сегодняшней встречи нашей, темой импровизации, поэтому это некий компромисс небольшой. Что бы я хотел сегодня услышать от выступающих? Я выбрал несколько инструментов для коммуникации, потому что помимо метода коммуникации и каких-то шагов, каких-то навыков, есть еще инструменты базовые. Телефон, митинги, встречи, электронные почты, коммуникаторы. Так вот, я хочу, чтобы человек, который сюда вышел, выбрал случайным образом какой-то из инструментов коммуникации и преподнесся нам его в наиболее выгодном свете и доказал, что это самый эффективный инструмент коммуникации, его нужно использовать в первую очередь. Пожалуйста, желающие, я уже вижу, Ирина была первая, она очень просилась. Да, извиняюсь, имена выступающих будем записывать здесь, вы увидите их на экране. Надеюсь, Михаил не может помочь, спасибо. Метод коммуникации молит сплетнуть. Очень удачный метод. Метод, я женщину, гею близко, тема не будет посплетничать. Извините, две минуты на выступающего, прошу прощения. И в среднем, чем хороши? Тем, что ты не отвечаешь за свои слова. По секрету, знаешь, что она, понимая, с бодинга в прошлую субботу, может, передать с почки. И никто не докажет, что я Сереже посказала где-то там полуар. И что будет на выходе, тоже неизвестно. Это очень интересно, игра как его испорченный телефон. А я вообще останусь не при делах. В среднем, вы можете дать простор своей фантазии, очернить конкурентов, выложить статью потом на confirmat.ru. Я не знаю, кстати, там не доказывается это или нет. Я думаю, сплетни тоже можно так использовать. Сплетни можно писать в интернете, можно писать по электронной почте, рассказывать по телефону, на ушках. Особенно хорошо по пьянке на корпоративах использовать сплетни. Поэтому я считаю, что это самый богатый инструмент для коммуникации. И вообще, общие секреты, они объединяют. Есть даже такая пословица. Двух девушек ничто не сближает больше, чем сплетни об общей их ненавидимой ими подруге. Спасибо. Спасибо, Ирина. Тем не менее, несколько экспертов считают, что сплетни – это действительно эффективный метод коммуникации. и они порой распространяются в компании, но быстрее, чем официальные рассылки, которые все принимают в досках. Отдайте руку в мешок. Следующий участник – желающий, пожалуйста. Антон, да, выбирайте тему. Тема «Доска обилий». Друзья, иногда не хочется говорить, хочется молчать, хочется что-то написать, и оно говорит само за себя. Не зря мы находим надписи еще на древних каких-то зданиях и так далее. Я летом был в таком древнем городе, как Помпей, и там до сих пор на стенах есть объявления. Татусские объявления, которые живут тысячу лет, мы уже забыли этих людей, мы их не знаем, но то, о чем они нам писали, мы их помним. Так же, если вы хотите оставить действительно что-то ценное после себя, напишите это. Не забывайте. На стене, в виде объявления, нацарапайте это, он сказал, что вы здесь были, и это останется для всех нас, в том числе для наших потомков. Спасибо. Спасибо. Резрунка. Спасибо. Александр, выбирайте. Можно два? Нет, это себе. О, корпоративная социальная сеть. Интересно. Корпоративная социальная сеть. Александр, пожалуйста. Значит, в наше время, вот по статистике, сейчас во всех из всех видов коммуникации между людьми, если сразу идут именно цифровые коммуникации, голос уступает место мессенджерам, социальным сетям и так далее. То есть, официальная статистика, оператора связи. То есть, голос идет вниз, растет правильно. Значит, корпоративная социальная сеть, это такая платформа, которая позволяет налаживать коммуникацию с людьми с одной стороны, людям между собой с одной стороны, но с другой стороны убивает, во-первых, живое общение, во-вторых, убивает рабочее время. Уникальные ситуации бывают в тех случаях, когда в корпорации имеется корпоративная социальная сеть. Люди могут сидеть за одним рабочим столом, или, грубо говоря, напротив двух троих, вместо того, чтобы там стать, пообщаться между собой, они будут там друг другу писать в всевозможных мессенджерах и так далее. Но из положительных сторон социальной сети можно отметить тот факт, что для распространения мгновенного информации достаточно там просто написать. Она стирает границы между руководителями и подчиненными. То есть, к примеру, у нас в компании есть тот же самый использовательный общедоступный мессенджер, который точно так же можно как корпоративную социальную сеть интерпретировать. Значит, для того, чтобы мне решить какой-то вопрос с моим непосредственным руководителем, и с руководителем там на два ранга выше, достаточно просто взять и написать. Не нужно там записываться через секретариат, ну, чуть-чуть у вас и вот так далее. Это очень хорошо помогает решать какие-то рабочие вопросы и коммуницировать там на разных уровнях, решать какие-то рабочие проблемы. В общем, есть как сильные, так и слабые стороны, но все-таки, вот мое личное убеждение, что социальная сеть не должна убивать живого общения. Спасибо, Антон. Следующий, желающий, пожалуйста. Сбек, Сбек. Чтобы не ошибиться, Михаил. Сбек. Обращение к президенту, когда президент говорит нам всем, что все будет хорошо, надо еще напрячься, и тогда все будет нормально. При этом видеообращение подразумевает то, что вы не можете ему задать вопросов, хотя есть другой вид общения с президентом, это когда у нас есть сессия вопросов-ответов. Но здесь мы будем говорить про то, что есть одностороннее. То есть вы даете посыл публике, вашей целевой аудитории, в которой вы заблаговременно подготовились, придумали фонд, фарма или какой-то бизнес, комнату, и пытаетесь сказать то, что вы универеваете. Естественно, этот вид, я бы сказал, отдаляет людей друг от друга, но он эффективен, если у вас большая аудитория, там, разных странах и так далее, если вы президент компании. В принципе, все, что можно сказать про такой вид. Спасибо. Телефонный звонок. Традиционный. Я хочу поблагодарить всех тех, кто рассказал об очень интересных методах коммуникации. Благодаря им мы сейчас знаем гораздо больше. Испомнили такие интересные вещи, как спрейтинг, как видеообращение и доска объявлений. Но я хочу рассказать о компромиссном способе общения, о телефонном звонке. Еще недавно мы вынуждены были общаться лично, либо посредством почты, которая отправлялась на бумажном листе. Это замечательный способ. Писать письма – изумительно. Но есть еще один компромиссный вариант. Это позвонить. Мы можем сейчас воспользоваться этим средством и, минуя какие-то расстояния, позвонить в другую страну, в другой город, тому человеку, с кем мы сейчас не можем находиться рядом и принести до него какие-то свои мысли. Мы можем просто позвонить маме. И этим способом надо и можно пользоваться. Я считаю, что телефонный звонок позволяет нам сминать те препятствия, которые разделяют людей и преодолевать их. Это дает нам такие неописуемые возможности по решению разных вопросов, по нахождению компромисса друг с другом, когда нельзя договориться напрямую, глядя друг в глаза. Можно сказать это по телефону или даже отмывают смс, но это компромиссный вариант к телефонному звонку. А я говорю о телефонном звонке. И я призываю к тому, чтобы мы пользовались телефонным звонком, не забывали о том, что голос родного человека или близкого нам человека может сказать иногда больше, чем даже слова, которые или то содержание, которое мы говорим. Иногда важен тон, иногда важно то, с каким вниманием мы слушаем по телефону того, с кем общаемся. Поэтому я говорю вам, ребята, пользуйтесь телефонными звонками, звоните, звоните родным и близким, звоните по работе. И пусть этот способ компромиссный по сравнению с тем, что были представлены, будет вам использоваться. Спасибо. Последний, желающий, пожалуйста, на него шкаст. Екатерина, пожалуйста, благодаря. Компоративная конференция, онлайн конференция, массовый метод коммуникации, чтобы что-то важно на шоком позиции. Компоративная конференция прекрасный способ донести до коллег важность чего-нибудь. Например, важность соблюдения каких-то корпоративных правил, ценностей, или важность защиты бизнеса. Мы не можем нанести до коллег эти вещи, если мы будем просто писать им в социальных корпоративных сетях или позвоним, или еще поговорим с кем-то отдельно в столовой, в буфете, в курилке. Мы можем собрать корпоративную конференцию и обозначить цели этой конференции сделать презентацию, в общем, донести то, что мы хотим донести в минимальное количество времени до максимально широкой аудитории. Здесь важно максимально подготовиться к данному виду коммуникации, потому что нельзя составлять отнимать время у других людей, если мы не подготовились, нельзя в принципе у других людей отнимать время, если мы говорим что-то, что может быть им совсем не полезно, то есть этот вид коммуникации требует от нас максимальной подготовки, но с другой стороны мы можем получить максимум пользы от данного вида коммуникации, потому что он эффективен. это оказывается был бред последний, пожалуйста, если есть шеревающие, Наталья, если есть шеревающие, тоже просила из-за репертируем немножко сами. Наталья, Личная встреча. У меня еще была глубинная почта, у нас серьезная встреча, поэтому я ее я считаю, я считаю, что только с помощью личной встречи можно передать какие-то внутренние свои посылы, которые вот прям кипят. Мы, конечно, можем выступать на большое количество людей, и мы не можем быть уверены, что все эти люди, которые сидят в аудитории, случайно не затыкали свой телефон, например, или не проверяют глубины почту, или не слушают на майн-конференцию где-нибудь тихаря на ужин. Но абсолютно точно при личной встрече можно смотреть в глаза запятильнику и быть уверены, что наш посыл нашел вот прям до глубины. Я считаю, что только с личной встречей можно передать свои какие-то глубинные ценности, передать свое настроение, зарядить человека просто массой эмоций, и это всегда такой небольшой может быть даже какой-то мере каминг-аут или что-то, что позволяет наполниться не только собеседника своими внутренними переживаниями, отношениями и прочим, но и принять для себя для него что-нибудь. Я считаю, что именно на личной встрече можно глубоко и точно донести свой внутренний процесс. Поэтому пользуйтесь. На этом на сессии проведенных выступлений подходит ко всему мы сейчас вам раздадим во-первых глампы для голосования, чтобы вы выбрали победителей сегодня. И во-вторых еще одно маленькое объявление от школы английского языка Скайя. Сейчас мы раздадим вам небольшие анкетки, в которых вы можете указать свою контактную информацию, имя, фамилия и адрес и почта. номер телефона. Если кто-то из вас заинтересован в изучении английского языка онлайн, у вас есть прекрасная возможность получить первый бесплатный урок. Для этого просто заполните эти банки, которые вам все продаст.